Он был колон жизненных сил и творческих замыслов. Помимо съемок в кино, Владимир был востребован как актер озвучивания. Работы было много, и в личной жизни у него все складывалось хорошо. Любимая жена ждала ребенка, но судьба распородилась иначе. Владимир родился 13 января 1939 года в Кронштадте. Отец служил в ансамбле краснознаменного Балтийского флота, был баянистом. Мама – домохозяйка. Все тяжелейшие годы блокады Костины пережили в Ленинграде. После войны, будучи школьником, Владимир записался в театр юного творчества. Руководители отмечали одаренность мальчика и со временем стали поручать ему главные роли. Однажды режиссер Яков Фрид, который готовился к съемкам фильма «Дорога правды», увидел Владимира в одном из спектаклей и пригласил на небольшую роль сына главной героини. С работой Владимир справился удачно. После школы он поступил во ВГИК, мастерская Григория Козинцева. Студентам было запрещено сниматься в фильмах. Известно немало случаев, когда, нарушая это правило, они исключались из списков учащихся. Костин тайком во время каникул сыграл небольшую роль в картине «Сверстницы» и главную роль в «Прыжке на заре». Когда фильмы вышли на экраны, тайна раскрылась и встал вопрос об исключении. Но в это время у Владимира умерла мама, и Козинцев чисто по-человечески пожалел парню. Владимир остался в числе студентов. К тому же роль в фильме «Прыжок на заре» была засчитана ему как дипломная работа. Кстати, Сергей Бондарчук приглашал Владимира на роль Николая Ростова в свою картину «Война и мир». Но Козинцев категорически запретил студенту сниматься. После окончания ВГИКа Костин стал актером в студии «Ленфильм». Играл в фильмах «Пока жив человек», «Снегурочка», «Старая-старая сказка», «Опасные гастроли», «Морской характер» и другие. Роли, признаться, были второстепенными или эпизодическими. Хотя актер обладал несомненным талантом и выразительной внешностью. Много и успешно Владимир Костин занимался дубляжом зарубежных картин. Актер погиб 1 февраля 1975 года от рук милиционеров. Он возвращался домой от товарища поздно вечером. Взял такси. По дороге в машину подсел еще один пассажир. У дома Владимира Васильевича шофер стал требовать двойную плату с пассажиров. Костин принципиально отказался платить, потому что заранее оплатил свой проезд. Второй пассажир, он оказался милиционером, принудил водителя подъехать к отделению милиции, откуда Владимир Васильевич уже не вышел. Его забили до смерти. Владимир Костин был женат дважды. С первой женой они прожили пять лет. Родился сын, но, к сожалению, семья распалась. На съемках фильма «Снегурочка» Костин познакомился с актрисой, которая снималась в совсем небольшой роли. Вскоре они поженились, и этот брак был очень счастливым. Они ждали ребенка, а дочка родилась уже после трагической гибели отца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова